Доброго времени суток, друзья! Приветствую вас на своем канале. С вами на связи Леонид Ионезий. Друзья, по старой традиции я вас держу в курсе всех новостей, связанных с Атлантическим иммиграционным пилотом. И буквально вчера вышла очень хорошая новость об этой программе. Почему вчера? Вчера была 1 марта 2019 года. Потому что вчера исполнилось 2 года, как действует этот пилот на территорию Атлантической Канады. А это 4 провинции. Это Нью-Брансвик, Новоскошия, Нью-Фаунданд-Набрадор и Принц-Эдвард. Айланд. Так вот, это все называется Атлантическая Канада. И на территории Атлантической Канады уже 2 года как действует Атлантический иммиграционный пилот для иностранных квалифицированных работников и для иностранных выпускников. Не упустите эту вторую часть из вида пожаростных. Так вот, наше правительство, она как ответственная и пунктуальная выпустила релиз вчера, в котором говорится о том, вот самая главная новость, что программа продлевается на 2 года. Потому что иначе бы программа закончилась бы через год 1 марта 2020 года. То есть, по сути, сейчас у нас 2 марта, по сути, сейчас уже идет обратный отчет последнего года. И многие, конечно, может быть, заволновались, потому что я знаю, что у многих нету требуемого опыта работы. В основном по Атлантике набирали именно рабочих специальностей. То есть, в основном, это работники пищевой промышленности, такие как повара, такие как машиноператор, допустим, оператор линии производства, разные лейборы, трак-драйверов, то есть, водителей, дальнобойщиков. И в промышленных, в других сферах, такие как лесообрабатывающая промышленность и такая рыбная промышленность. Вы об этом знаете, я об этом говорил. И вы следите за вакансиями, которые есть на сайте выездных сессий. Все ссылки будут опубликованы в описании к этому видео. Поэтому у многих нет, не было этих рабочих специальностей, и люди пошли нарабатывать опыт. Кто-то пошел раньше, кто-то пошел позже. Но если тот, кто изначально подписан на мой канал и внимательно за ним следит, я уже веду более года этот канал, то есть, у этого человека должен быть уже почти год наработанного опыта и нужного опыта, либо полгода. Поэтому подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и будьте в курсе всех моих видео. Так вот, друзья, а некоторые только сейчас похватились, хотели податься по этой программе, а программа через год, если он сейчас начнет зарабатывать год, программа через год сворачивается. Нет, они продлевают ее на два года. Это самая хорошая новость в этом релизе. Давайте по порядке я вам сейчас переведу с английского на русский. Во-первых, Атлантический иммиграционный пилот это инновационное партнерство, направленное на привлечение и удержание квалифицированных иммигрантов и иностранных выпускников. Не забывайте об этой второй части. Для удовлетворения уникальных потребностей в рабочей силе именно Атлантического региона. Цель состоит в том, чтобы обеспечить долгосрочное удержание и интеграцию нюкамеров-набичков в Атлантической Канаде, чтобы помочь стимулировать, конечно же, экономический рост. Потому что вы знаете, что эти провинции самые бедные провинции Канады. Правительство Канады и Атлантические провинции добились уже больших успехов в реализации Атлантического пилота с момента его запуска в марте 2017 года. И давайте вот они, давайте мы посмотрим немного статистики, которые они приводят. Очень интересные цифры. По состоянию на 25 февраля 2019 года в Атлантическом регионе насчитывалось 1896 назначенных или отобразных отобранных работодателей. Так называемых Designated Employers. Список вот этих всех работодателей по всем провинциям у меня есть видео под названием «Как получить job offer по Атлантической Пилотной программе». То есть в правом углу экрана эта ссылка появится. Так вот, почти по 2000 уже отобранных работодателей, которые участвуют в этой программе. Атлантический иммиграционный пилот совместно с этими работодателями выпустили 3729 job offer. То есть предложение о работе для квалифицированных иностранных граждан или для иностранных выпускников. То есть под 2000 работодателей и под 4000 job offer уже есть. Как следствие, уже 2535 не то, что прошли по этой программе, а получили PR. То есть долгожданный статус постоянного резидента Канады. Мы сокращенно называем PR от названия на английском Permanent Residency. То есть PMG, по сути. То есть заявителей намного больше, но уже 2,5 они получили это долгожданное право постоянного резидента. Для достижения этих результатов Министерство иммиграции, беженцев и гражданства Канады, которое сокращенно называется IRCC, и Агентство возможностей Атлантической Канады, Atlantic Canada Opportunities Agency, вместе с Атлантическими провинциями приняли участие в почти тысяча встречах, отраслевых мероприятиях, ярмарках вакансий и информационных сессиях с региональными работодателями, рекрутерами и международными студенческими консультативными группами по всему Атлантическому региону. Не забывайте, друзья, еще раз я делаю акцент, потому что мы много-много говорили об международных работниках, иностранных работниках, но мало говорили о том, что программа и для международных выпускников-то тоже. Молодые люди, иметь это в виду. Итак, первоначально запущенный в качестве трехлетнего пилотного проекта Атлантический миграционный проект будет продлен на два года до декабря 2021 года. И давайте посчитаем. Пилот Атлантический запустился 1 марта 2017 года. На 1 марта 2018 года это был первый год. На 1 марта 2019 года это был второй год. И на 1 марта 2020 закончится третий год. Как они продлевают дальше? Они продлевают дальше на весь 2021 год, то есть, ну, как почти год. И дальше на весь... так, до декабря... На весь 2020 год, прошу прощения, и потом до декабря 2021 года. То есть, почти на два года продлевают его. Ну, получается, на год и 10 месяцев он продлен, ну, если так посчитать. Смотрите, друзья, я здесь делаю немного оговорку, потому что все-таки собираюсь комментировать по ходу пьесы. Многие мне задают вопросы, как бы прошли по этой программе, не имея опыта, как машин-оперейтер. Это было возможно только в начале этой программы. И не только мы так прошли. Пекари прошли, как операторы линии производства. Коки на судне прошли. Другие там какие-то сейлсы прошли. Какие-то инженера тоже прошли. Сейчас у нас у всех есть проблемы с пиаром. Да, мы должны этот год отработать в Канаде. Но изначально нам выдали и одобрение от провинции, так называемый, эндорсмент, и ВОК-Пермет посольство выдало. И мы смогли приехать. Сейчас, вы услышите, в конце об этом тоже написано, это будет невозможно. Мы по порядку пойдем. Но если мы завершаем вопрос насчет меня, как мы прошли, чтобы его уже один раз закрыть. На время запуска этой программы, 1 марта 2017 года, мы с женой находились в Англии, в городе Бристоль, и нарабатывали опыт тоже для Канады, но мы нарабатывали опыт по программе Caregivers. Мы работали как Health Care Assistant, как называлось это в Англии, и как Care Assistant. И мы уже на 1 марта, мы уже работали, уже сколько, неделю или две мы работали в этой области, и мы узнали об этом, об Атлантике, что в отличие от Caregiver, там нужно было 2 года опыта работы, здесь только год нужен, и требования по-английскому очень хорошие. Но когда мы начали подаваться, друзья, вот чтобы вы меня поняли, требованием было Kitchen Experience. Я уже не знаю, я уже закрою этот вопрос, больше не буду повторяться, буду отсылать к этому видео. у нас был Kitchen Experience, потому что мы работали, на второго работодателя мы работали в общепите, это, это, то есть это огромный Kitchen Experience, потому что там было 30 резидентов с лишним, понимаете, то есть мы соответствовали тем требованиям, и, понимаете, провинция к нам относилась лояльно, работодатель к нам относился лояльно, посольство, потому что это был только запуск программы, поэтому мы прошли, сейчас, когда мы получили, они все получили много траблов от федералов во время получения пиара, что опыт не соответствует, сейчас уже они ужесточают программу, и я вам сейчас об этом в конце скажу. То есть мы закрыли этот вопрос, то есть в любом случае мы еще не получили пиар, потому что мы отрабатываем этот год в Канаде, и делают все здесь, которые не имеют точного совпадения опыта работы год в прошлом, с тем названием профессии, по которой они получили джоб-офер. Окей? Идемте дальше. То есть программа продлевается на два года. Это даст IRCC и Атлантическим провинциям больше времени для оценки инновационных аспектов. Смотрите, как здесь написано. Для оценки. То есть не факт, что они больше не продлят эту программу. Они еще берут два года на оценивание этих инновационных аспектов. Имейте это в виду, это важно. Какие-то инновационные аспекты у этого пилотного проекта. Ну, во-первых, ориентированность на работодателя, как на английском они называют employer-driven focus. Музыку, темп, ритм, это все задает работодатель. Поэтому ответ на вопрос, почему мне нужно сменить и заработать в нужный год. Потому что, если работодатель работодатель местному, ты нужен, значит, он тебе позовет. Если ты не нужен, значит, он не будет искать международных работников. Значит, он найдет работников на месте. Поэтому, друзья, если вы хотите реально по этой программе податься, и у вас нет рабочей специальности, вам нужно ее получить именно ту, которая востребована, и на которой работодатель готов вам дать job offer, а не то, что вы хотите. Далее, какой еще инновационный аспект этого пилотного проекта? Обязательный план с аккомодацией. Здесь так называемый settlement план. Это делается до получения одобрения. И новая модель партнерства с атлантическими провинциями и агентством по возможностям в атлантической программе. То есть, это новая модель взаимодействия, скажем так, федеральных властей, провинциальных властей с местными работодателями. Кроме того, недавние изменения в атлантическом иммиграционном пилоте будут иметь преимущество для иностранных студентов и работодателей, внимание, в секторе здравоохранения и провинциях. Смотрите. То есть, первое новшество это продление на два года. Второе новшество. Я уже заканчиваю. Международные выпускники теперь имеют 24 месяца после выпуска претендовать на этот пилот. То есть, два года имеют для международных выпускников. Это изменение увеличит число имеющих право международных выпускников, которые могут участвовать в атлантическом пилоте и дать им время, необходимое для завершения процесса подачи заявки на PR, на permanent residence или на ПМЖ на русском. Два года. Третье изменение. Атлантические провинции в этих атлантических провинциях будут новые власти, которые именно будут сосредотачивать, которые будут руководить этим атлантическим проектом. Понимаете? И которые будут идти, исходить из требования рынка труда. То есть, это даст им больше гибкости. Они смогут, допустим, новые вакансии какие-то, вот появятся работодатели, которые захочут участвовать, они опубликуют новые вакансии. Старые работодатели, допустим, уйдут, потому что набрали. Это все будет очень гибко и очень так, знаете, как они будут держать руку на пульсе. Это будет классно, мне кажется. Это приведет к лучшему контролю и даст провинциям больше способности управлять назначенными работодателями. Потому что, вы знаете, что есть длинные списки назначенных работодателей, но когда ты им отсылаешь резюме, например, как многие делают, ни ответа, ни привета. Почему? Потому что многие участвовали в этих, у многих этих работодателей уже находятся, уже имеют иностранных работников здесь на месте. Либо это родственники. И они, они прошли по этой программе, эти работодатели, чтобы дать статус постоянного места жительства этим уже работникам, которые там работали, либо привести своих родственников. Понимаете? Поэтому они как бы не набирают других. Список длинный-то, а набирают других мало кто. И те, кто набирают, обычно и все есть на выездные сессии. Но вот в этом плане новое руководство, оно будет иметь более и больше гибкость и контроль над этим. И пятое, вот пятое, друзья, нет, четвертое, четвертое новшество. Работодатели в секторе здравоохранения смогут нанимать медсестер, внимание, прошедших международную подготовку. Что означает международная подготовка? Ну, это означает международного уровня, международных стандартов. Понимаете? Наверное, там требования сверх того, что нам дают в наш СНГ, мне кажется. Но вот эти медсестры, они будут набираться для работы в качестве работников по постоянному уходу и уходу на дому, чтобы заполнить вакансии. То есть я делал видео, тоже будет ссылка по поводу сиделок и патронажа. То есть для людей с повышенными медицинскими потребностями. Понимаете? То есть вот, но они тоже будут идти частично по этому пилоту и это классно. И вот пятое, последнее новшество, друзья. Начиная с 1 мая, не сейчас, с 1 марта, а еще дали время немного, с 1 мая министерство, именно федеральное, министерство иммиграции, беженцев и гражданства. Будут требовать, будет требовать, чтобы заявители, соответствовали требованиям Атлантическим иммиграционному пилоту, требованиям к языку, образованию и опыту работы, до утверждения разрешения на работу, до получения воп-пермит. И это означает, что правительство, провинции, уже есть слухи, уже есть достоверные факты. Они даже эндорсмент не дадут. Потому что без эндорсмента вы не получите воп-пермит, разрешение на работу. Но даже если кто-то какой-то из счастливчиков получит эндорсмент, не имея нужный опыт работы, то он не получит посольство, ему не выдаст разрешение на работу, потому что это посольство на федеральном, понимаете. Даже если провинция по какой-то случайности или ошибке выдаст эндорсмент, но они тоже уже не будут выдавать. Они уже не выдают, потому что наелись траблов. Но с 1 марта это официально, то есть посольство не будут выдавать разрешение на работу. Вот это ужесточение, понимаете. Поэтому, друзья, если у вас нет опыта работы, нарабатывайте его. У вас есть еще достаточное время. Тем, кто уже находится на этом пути, все, гуд, нарабатывайте опыт и подавайтесь. В большинстве своем атлантический иммиграционный пилот он предназначен для рабочих специальностей. Вот такие специальности, как офисные должности, они редко встречаются. Поэтому сделайте правильный акцент, друзья. И я думаю, что все-таки это хорошие новости, есть достаточно времени и я буду вас держать в курсе. Подписывайтесь на мой канал, поставьте лайк, пишите ваши вопросы в комментариях и до новых встреч в эфире. Пока-пока!